Добрый вечер, друзья! У нас сегодня 5 ноября, мы на РЖД-арене, и у нас в московской дерби «Локомотив Спартак». Вести сегодня я буду не одна, а у меня будет помощница, игрок молодежной команды. И передаю тебе микрофон сразу, включайся. Спасибо! Я Глафира Жукова, игрок молодежной команды, как сказала Ира, и сегодня я буду помогать Ире вести этот блок. Ага, потому что какие-то 12-летки просили, чтобы я ее включила. А еще, друзья, сегодня вам обязательно нужно досмотреть видео до конца, потому что в конце у нас интервью с одним очень известным человеком. Давно болеете за «Локомотив»? Да не так давно, если честно. Ну, сколько примерно? Ну, года полтора. А дерби-то какое по счету? Первое. Я сам из Воронежа, приехав туда в Москву за «Локомотив» болеть. А ты у нас давно за «Локомотив» болеешь? После матча с «Факеум» как раз. Так, это как так получилось? Ты болел за «Факеум», а потом «Локомотив» выиграл «Факеум», и ты такой, я буду болеть за тех, кто выиграл? Нет, это просто я увидел, как они играют, и меня начал симпатизировать «Локо». И вот, приехали. Давайте что-нибудь крикните. Только «Локо», только победа. Молодцы, спасибо. Поподри, Поподри, Поподри. Набирай микрофон, давай. Только «Локо». Только «Победа». Вы друзья? Братья. Вы братья? Здравствуйте, братья. Не отходи от кассы, давайте. Почему так? Почему так вышло? Не знаю, просто «Локомотив» в сердце. Просто скажешь, что «Лучший клуб». «Лучший клуб России», короче. Да, после того, как он сказал, что это «Лучший клуб России», что ты считаешь, что это «Спартак». Я отвечу, что «Спартак», «Лучший клуб России». А вы, кстати, знаете, что, если что, приобретите программку, и там на ней все игроки, которые были и там, и там. Или у вас она уже есть? Нет, нету. Вау! В «Мантропе» он закупился, я в этом. Явно закупился, что купил? А вот майку только. Вот. Блин, ну ладно, нормально, нормально, нормально. А тут покажем. О, месяц, наверное. Ой, давай. Мы на него кажем. Нет, стой, стой. Ты в следующий раз придешь в такой же футболке, только где «Локомотив» поиграл кубок. Все, договорились. Все. Кому удачи? «Локомотиву», конечно. Да, я знаю. Пусть победит сильнейший. О, давайте. Вот, теперь вы и в кадр. Пусть победит сильнейший. Давайте. Пусть победит «Локомотив». Хорош. Так как я сегодня добрый, попробуем заморозить всего лишь вашу руку. Давайте возьмем вот эту, например. Давайте. Так, замечательно. Уберем курточку. Расслабляем руку. Внимание. Замораживаем руку. Точно! Дети за. Дети. У нас такие добрые дети пошли. Хорошо. Замечательно. Внимание. Делаем. Раз. Делаем. Два. А, подождите. Вы левша или правша? Правша. Теперь будете левшой. Все, замечательно. Делаем. Раз. Делаем. Два. Делаем. Капец. Холодно. Вы чего? Но это еще не все. Мы же должны проверить, насколько ваша рука заморозилась. Правильно? Правильно. Поэтому хладем ее сюда. Проверяем самым простым способом. Итак, внимание. Делаем. Раз. Делаем. Два. Делаем. Ну, чего? Ну, договаривались же. Ну, все весело. Давайте похлопаем, похлопаем, друзья. Спасибо большое. До свидания. Больше шоу. Хорошо, что я осталась с рукой. Так, вопрос. А знаете ли вы, что такое дерби? Дерби, да. Это когда команды из Новогорода их соревнуются. Играют. Это верный ответ. Браво, браво. Здесь мы наблюдаем самый настоящий киберфутбол. И это просто вау. Сейчас я сделаю своими руками монету. Пойдем сюда в заготовку. Бьем по одному удару. После каждого разу смотри монету. Бить нужно в самый центр. Окей. Ну, вот у нас получилась такая монета. Да, вот такая монета. Локомотив. Много про локомотив знаете? Не знаю. Ничего. Не, ну давайте. Вам если что подскажут. Собственно, один вопрос. Знаете ли вы, что такое дерби? Это матч между командами премьер-лиги. Она соврала. У нас будет не один вопрос. А знаете, что такое сайт? Да, это положение игрока перед воротами, при котором гол не засчитывается. Ну, в целом это вообще правильно. Спасибо. Вы говорите, вы мало чего знаете. А что получается за правильные ответы? А, аплодисменты. Сайт – это когда идет передача игроку, который находится за линией последнего защиты. Ну, все правильно. Молодец. Это когда, там, противник, игрок стоит за противниками, но впереди них. Дальше них. Ближе к городу, короче, ближе всех. Это невозможно. Это невозможно. Бар всегда так работает. Это невозможно объяснить. Спасибо. Напоминаю, что в конце вас ждет интервью с известным телеведущим. Не забываем. Не забываем. Смотрим до конца. Фанаты, те, кто следит за этим каналом, я поздравляю. Здравствуйте. Один вопрос. Здравствуйте. Когда придем на жертвский футбол? Ой. Я думал, это кто-то забудет. Нет, никто не забудет. Камера все помнит. А, друзья, вы же знаете, кто это? Ну, пресс-проскору придется прийти. Мы ждем. Мы ждем. Тогда с последнего года начну ходить. Друзья, у меня минутка приветов. Попросили, заказывали. Привет передаю чуваши Урмарскому району, деревне Ариары. И потеш, это город Подкурском, вот, выполнил. Улэ-улэ, улэ, улэ, улэ. На машу. Улэ, улэ. Стой про лос, стой про победу. Ты играла на таком большом стадионе? Никогда. Мой самый большой стадион, на котором я играл, это Сапсан-Арена. Сапсан-Арена большой стадион, действительно. Есть мандраж перед матчами? Конечно, безусловно. Так же, как у тебя, я думаю. Да у меня нет мандража перед матчами. Нет матчей, нет мандража. Есть ли у тебя какие-то суеверия или какие-то приметы перед матчами, которые ты делала? Что-то типа такого. Да, я выходила с правой ноги, перекрещивалась три раза, а потом пришли два раза. Я такая, ну, походу, ничего не работает. Итак, друзья. Сегодня на стадионе объявляли, что молодежка Локомотива выиграла на выезде Ростов. Справа от меня сидит автор двух голевых передач. И, надеюсь, наше будущее основной команды Локомотива. Алексей Батраков, здравствуйте. Здравствуйте. А слева от меня сидит наше будущее женского футбола Глаша. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, начнем. Алексей, с какого возраста ты в Академии Локомотива? Ну, с шести лет. Меня пригласили на просмотр в 2011 году. И благолучно с того времени я играю в этом клубе. А была ли у тебя такая, ну, была ли команда, которая тебе уже на тот момент импонировала? Ну, особо не было. Я просто занимался футболом. Ну, команд такой не было. А игрок? Ну, на тот момент мне очень нравился Уэйн Руни. Извини, но он не в РПЛ играл. А, Глаша, а у тебя был игрок, который тебя импонировал? Ну, в России тоже не было. Это было Рональдини. А с какого ты возраста в Локомотиве? Год назад перешла. И, кстати, друзья, у нас набор в женскую Академию Локомотив. 2008-2015 год записываемся. Ты бы хотел потом заменить Дима Баринова как с капитанской повязкой, так и стать легендой Локомотива и остаться в Локомотиве до конца своей жизни? Ну, конечно, я сранила детство в этом клубе. И это для меня, наверное, больше, чем клуб. Я очень хотел бы, во-первых, дебютировать, во-вторых, закрепиться. Еще раз напоминаю рядом со мной наше будущее женской команды и мужской. А еще не забывайте в конце самое эксклюзивное интервью. Дам подсказку. Его зовут Дмитрий. Не варил. Давай, Баринова. Вперед, Локомотив! Хорошо, Спартак мы вас не слышим. Не сдавайтесь, Локомотив! Вперед, вперед! Ну, 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 как так-то? Да! Спасибо! Спасибо тебе большое! Конечно! Спасибо!!! АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев спасибо спасибо дмитрий ты молодец 1 шпилька у меня очень мама очень вас любит маме большой привет мамы прямо сейчас фоточка давайте давай я сам смотри а ты пока чуть задай наши снимают мне совершенно вопрос и он такой который вам очень редко у меня вообще отлично делаю как тебе пока что наш матч но атмосфера прикольная я еще такой момент вспомнил прикольный конечно про себя я же вырос здесь гальянова и отец на первый раз повел на футбол маленьком возрасте именно на локомотив когда еще не было это реконструкции были старый стадион я упомню с такими скамейками деревянными и он у меня привела сегодня я привел своего сына первый раз он понимает возможно стоит спиной к футбол ему очень конечно конечно он есть чипсы мочи все равно вот но в целом прикольная атмосфера не хватает конечно вот здесь за воротами как я привык играть и слышать туда сумасшедшую поддержку от болельщиков и от юга вот этого не хватает но все равно народ пришел я думаю что все таки и диму надо звать как можно чаще да я готов и я уверена что очень много зрителей смотрят любят диму и скажет ему спасибо за те годы которые он провел мотиве да ну наверно или какашки поставят зато видишь на интервью ребят если я почувствовала той маленькой девочки которая подходила в торговом центре и это был мой первый автограф сегодня диньер бильдинов снова оставил именно из-за него я болею за мотив а друзья еще по секрету хотел сказать у меня есть свой канал на ю тубе под названием зовите как хотите поэтому он переходите и подписывайтесь не надо не надо там так себе контент шучу 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 класс не подписано подпишусь она врет итак друзья но вы же досмотрели выпуск до конца дождались нашего эксклюзивного интервью спасибо парня за игру спасибо всем ставьте лайки подписывайтесь и кое-что еще добавлю сегодня сбылась одна мечта и подробнее нам о ней расскажет друзья я первый раз в живую на рожде арене прямо здесь там где растет травка где и растят поэтому спасибо что посмотрели до конца ставьте лайки до новых встреч ладно я забыла я забыла да ладно садись оттирается друзья было очень много классных комментариев но мы с Димой все-таки выбрали одного победителя кому достанется его игровая футболка комментарий здесь а вам огромное спасибо за участие и постараемся вас еще чем-нибудь порадовать